Формат соревнований не совсем обычный. Программа не короткая и даже непроизвольная. Задачей ребят было продемонстрировать мастерство исполнения отдельных элементов. Прыжков, каскадов, вращения и дорожки шагов. Несмотря на свой юный возраст, участники краевых соревнований достаточно опытные спортсмены. Все они представляют два города Краснодар и Ейск. В Сочи ребята восьмой день. Все это время они провели в плодотворной работе. Участвовали в мастер-классах тренеров Центра подготовки имени Волосожары Транькова. На данном этапе это первый этап становления нашего центра. А сейчас мы охватываем Краснодарский край. Поэтому цель, конечно, просмотреть уровень фигурного катания, определить какие-то, может быть, слабые стороны, сильные стороны и определить вектор работы на будущее. Подобный формат соревнований, отмечают организаторы, это как контрольная работа для школьников. Да и эмоции у ребят такие же, как и перед выходом к школьной доске. Очень, конечно, страшно, очень волнуюсь, но нужно преодолеть страх и все сделать. Все равно попытаюсь побороться за первое место. Я переживала за то, что я не прыгну что-нибудь или не доверщаю, может, упаду. Я очень боялась. Но я все сделала и у меня все получилось. По итогам выступлений победителями в трех возрастных группах стали в основном краснодарцы. У них пять первых мест из шести. Подобные соревнования в Центре подготовки по фигурному катанию имени Волосожар и Транькова четвертые по счету. Очередные, правда, более крупные, здесь пройдут с 25 по 27 декабря. В ближайшем будущем этот центр планируют сделать главным в стране, куда будут съезжаться все перспективные спортсмены и тренеры. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.